11.01. Будем пунктуальными, коллеги. Добрый день, меня зовут Елена Зубарева, я руководитель пиар-департамента компании «Формак». Кромче? Да. Микрофон работает, да, у нас? И я рада вас... Обратно его, да? Все нормально. Я рада всех вас приветствовать, дорогие коллеги. Мы очень любим общаться с журналистами, делаем это системно в Украине, когда у нас там большое производство, и мы часто проводим разные встречи. У нас есть пол журналистов, которых мы приглашаем всегда на различные наши мероприятия. И вот с журналистами Молдовы мы еще не знакомы. И очень хорошо, что есть такой повод познакомиться с вами. Хочу выразить вам глубокое уважение и признательность за то, что вы делаете. И спасибо, что вы сегодня пришли. Почему фармацевтическая компания Украины приехала в Республику Молдову? Наверное, все из вас знают. И сегодня мы коснемся различных тем, и в том числе темы, которые в последнее время в плоскости медийной сильно фигурируют. И об этом подробнее расскажут коллеги. А я расскажу несколько слов о заводе нашем, о компании. Вы можете посмотреть презентацию. У нас компания «Фармак» основана вообще в 1925 году. И был такой достаточно длинный путь развития, в результате чего в 1995 году компания трансформировалась. Стала называться «Фармаком». И сегодня это, наверное, крупнейшая компания в Украине. И мы экспортируем в достаточно большое количество стран свою продукцию. Являемся лидерами рынков украинского фармацевтического с 2010 года. Партнерами глобального договора ООН. И развиваемся в разных направлениях. Такой системный, серьезный бизнес с европейскими стандартами качества. И для нас вообще именно вопросы стандартов качества являются ключевыми. Поэтому, когда мы столкнулись с какой-то недостоверной информацией о одном из наших препаратов в Республике Молдове, мы сразу же включились и, собственно, хотим вам больше рассказать немножко о нашей компании. Поэтому сегодня здесь присутствуют. Имею честь представить вам Сусана Халилова, директор по маркетингу и продажам компании «Фармак». Андрей Михайлович Гой, наш технический директор. Николай Травенко – это президент. Это вообще светило эндокринологии, не побоюсь этого слова. Президент Украинской ассоциации эндокринологов. Коллега. Коллега. Сегодня мы вам расскажем о нашей компании, о подходах у нас в сфере лечения и в сфере производства лекарственных средств. Я вот, наверное, передам сейчас слово Сусане Халиловой. Пожалуйста. Добрый день. Я немножко продолжу говорить про «Фармак», информацию, которая, в принципе, у нас находится в открытом доступе, но все-таки хотелось бы на этом сделать акцент. Являясь лидером собственного рынка в Украине с 2010 года, при этом мы очень активно развиваем направления экспорта. И на сегодняшний день мы экспортируем сфер продукцию более чем в 20 стран мира. При этом мы присутствуем на хорошо регулируемых рынках, в том числе это рынок ЕС, это даже Австралия. Один из, знаете, из новых таких для нас рынков. И, конечно же, основное внимание нам уделяется странам, которые являются нашими соседями, в том числе и Республика Мордова. Что хочется сказать еще по данным, на сегодняшний день мы являемся самым крупным экспортером фармацевтической продукции в Украине. И на рынке Молдова мы работаем с 1992 года, вот с момента оглашения независимости Республики Молдова. Мы до этого, в принципе, были присутствовать, ну, были на этом рынке, просто все мы с вами выглядели немножко по-другому. Да, и с формированием новых независимых государств. Наша работа здесь стала более активной. И я думаю, что и вы, присутствующие здесь коллеги, знаете наши такие препараты, как насоферон, нафтезин, корвалол, болидол. Да, это те вещи, которые составляют нашу историю. И по сей день они продаются и в Республике Молдова в том числе. При этом 20 стран плюс Украина, для нас все страны являются одинаково важными. При этом мы соблюдаем все требования, которые предоставляют, ну, революторные требования, то или иностранных, в которые мы заходим как поставщик фармацевтической продукции. Если говорить еще о компании в целом, но так, чтобы представлять ее объемы, наши продажи в 2018 году составили 235 миллионов долларов. Из них 50 миллионов, ну, 50 с хвостиком, это продукция, которая была экспортирована в различные страны мира. То есть, ну, мы не заточены на работе только на Украине, потому что, ну, одним из стратегических наших направлений является выращивание, взращивание, да, да, не знаю, как ее словом это назвать, все-таки экспорта и увеличение его доли в объемах продаж компании. Понимая, что мы заходим на другие рынки, конечно же, мы очень детально изучаем требования, которые предоставляются, ну, или требуются государством новой территории для нас для входа. Республика Малого не является исключением, и, конечно же, гордостью и честью для его фармацевтической компании является разработка и продажа более сложных продуктов. В частности, ну, тема нашей сегодняшней встречи, да, это лечение сахарного диабета. Компания Фармак, ну, мы имеем достаточный опыт работы, в принципе, в этом направлении, потому что мы имеем большой эндокринологический портфель, это и сахароснижающие таблетки, которые у нас в Украине, они реимбурсируются государством, и мы тоже занимаем свою значительную часть, это более 20% в программе в стране, как один из производителей, ну, и, конечно же, это инсулины. С инсулином мы тоже работаем достаточно долго, потому что с 2006 года, то есть это уже 13 лет, нами освоена технология производства инсулинов как в флаконах, так и в картриджах, плюс с 2017 года мы освоили технологию производства биосимиллиарного инсулина, это гладбин, который у нас в Украине продается под торговой маркой АйЛАР в Республике Молдова, это препарат под названием Стрим, собственно, и основная тема нашей сегодняшней встречи. Если связываться с миссией нашей компании, да, мы генерическая компания, соответственно, какая наша основная задача? Мы хотим сделать лечение эффективным, качественным и доступным одномоментно. Почему? Ну, именно поэтому в ноябре, если я не ошибаюсь, в 2018 года, когда в Вашей Республике началось проведение открытого тентера для участия в национальной программе по контролю и лечению сахарного диабета, конечно же, мы тоже приняли в нем участие, вот, и, учитывая, что наш продукт, он соответствовал по качеству и при этом он показал более доступную цену, мы выиграли этот тентер. При этом мы обеспечили шприцучками всех пациентов в Республике Молдова их около 15 тысяч по открытому источнику, вот, и, по всей вероятности, именно в результате нашего выхода в тентер, ну, по другой цене, традиционный, ну, поставщик препарата Латус, он снизил свою цену втрое, ну, по данным, опять-таки, из открытых источников, да, если это было 286 леи в 2016 году, то в 2018 году их цена была уже 72 леи. То есть в результате этого тентера государство Ваше сэкономило 700 тысяч долларов, что составляет рейс от всего бюджета, который выделяется, в принципе, на закупку и компенсацию инсулинов для пациентов с сахарным диабетом. Но, к сожалению, как говорила Елена, мы столкнулись с тем, что, ну, честно сказать, в первый раз, наверное, мы в таком масштабе столкнулись с тем, что после проведения тентера, оглашения результатов и уже даже поставки первой партии препарата Стрим в Молдову, мы столкнулись с этим потопом этой негативной, недостоверной информации не только в адрес продукта, в адрес компании. На сегодняшний день Оргентство по лекарствам и медицинским изделиям в Республике Молдова приостановило действие регистрационного свидетельства на Стрим, но мы очень надеемся, что те обоснования, которые вы дали в ответ на запрос, они будут способствовать восстановлению нашей регистрации, и мы продолжим свою деятельность в этом направлении в Молдове. Вот такая вот ситуация у нас на сегодняшний день. Учитывая, что это необычная ситуация для компании «Формак», при присутствии в 21 стране в мире, мы все-таки решили поднять эту тему в более открытую плоскость, поэтому приехали вот таким вот составом, и я хочу передать слово Андрею Гоя, это технический директор компании «Формак», который более детально расскажет про продукт. Спасибо, Сусанна. Как технический директор я отвечаю на «Формаке» за науку, технологию, инженеринг, и обеспечивал научно-техническое сопровождение трансфера лицензированных технологий. И первой такой ласточкой и прецедентом был перенос лицензированных технологий от родоначальника промышленных инсулинах компании «Билай-Либи» в 2005-2006 году. Конечно, позитивное решение о переносе, о локализации технологий со стороны головного офиса в Индианаполисе было возможно только на основании тщательной проверки наших стандартов качества и культуры производства. Тем не менее, это нам удалось. «Формак» освоил полный цикл производства всех типов человеческих генно-инженерных инсулинов, и на основании этой истории успехов «Лили» поделилась с нами также технологией производства человеческих инсулинов-картриджей. Мы были второй компанией, которой было предоставлено такое право, потому что инсулины в картриджах, сама производственная схема их выпуска очень прецизионная и тонкая. Ну и, соответственно, будучи первым провайдером в области лечения диабета для национальной системы здравоохранения, 10 лет назад мы задумались о том, чтобы укрепить наш портфель современным инсулином аналогом, длительного действия, беспиковым. И поскольку как раз «Лантус» приближался к истечению патента, мы приступили к поискам потенциальных источников биоаналогового инсулина-гларгина. Мы перебрали несколько компаний, и, наконец, после тщательного аудита научно-исследовательской документации, инспекции производства, мы остановились на компании «Биокон». Почему «Биокон»? Действительно, это нетривиальная компания, в ней только ученых-разработчиков работает более трех тысяч, причем очень большая часть — это возвращенцы из Америки и Европы. Мы увидели, что за несколько лет разработки и исследований в сравнительную характеризацию этого инсулина вложены десятки миллионов долларов по европейским стандартам. И сравнительные физико-химические исследования, и молекулярно-биологические, активная статикология на животных моделях, опыт клинического применения и контролируемые исследования в Индии, и, наконец, клинические исследования в Германии, где было задействовано порядка 150 здоровых добровольцев. И сам формат этого исследования на сегодняшний день остается золотым стандартом доказательства эквивалентности и взаимозаменяемости биоаналов. Это гиперинсулином и эогликемический клан тест, когда под введением глюкозы наблюдается, каким образом вводимый инсулин может контролировать концентрацию глюкозы в крови при ее непрерывной инфузии. Но так получилось, что параллельно подобный аудит проводила и транснационально-американская компания «Майлот», и она тоже подписала лицензионное соглашение с разработчиком биоаналового инсулина компании «Биакон» уже для продвижения этого продукта на глобальных рынках. Поэтому за Грином было закреплено за нашей площадкой несколько территорий, а за «Майлоном» тот же самый продукт, та же самая молекула, та же самая технология, но уже рынки Америки и Европы. Мы решили, что нам необходимо локализовать эту технологию на нашей площадке, во-первых, потому что мы должны притягивать в Украину наукоемкие и высокие технологии. Во-вторых, как производитель номер один мы должны досконально знать производство и отвечать за качество выпускаемого продукта. В 2014 году мы осуществили перенос инсулиноглоргин с «Биакон» на промышленную площадку «Формак», причем сделали это по всем канонам, с учетом отраслевых практик. Только документов, которые описывали промышленный УХАУ, мы внедрили более 150 штук на нашей площадке. Более 10 тысяч анализов сложными инструментальными методами провели для того, чтобы доказать эквивалентность перемешленной технологии по сравнению с технологическим донором компании «Биакон». Ну и завершив этот трансфер технологий, в 2015-2016 году мы провели мультицентровые, рандомизированные, двойные слепые клинические исследования на 160 пациентах, в 5 клинических специализированных центрах и по их результатам мы убедились, что терапевтический профиль, а именно эффективность, включая гипогликемический эффект, безопасность, включая иммуногенность, они полностью отвечают оригинатору «Лантес». Параллельно такие же исследования компания «Биакон», компания «Майлон» проводили в Америке, в Европе, в Японии и таким образом в контролируемых двойных слепых рандомизированных клинических исследованиях приняло участие почти 2 тысячи пациентов. Двойные слепые – это означает, что ни врач, ни пациент не знают, что именно они вводят, и таким образом исключена возможная тенденциозность и предубежденность. Поэтому в Украине инсулин «Глоргин» был зарегистрирован в начале 2017 года, в Японии он был зарегистрирован еще раньше, в 2016 году. Далее в 2018 году этот инсулин «Глоргин» был зарегистрирован Европейским медицинским агентством, на сегодняшний день этот инсулин, производство, разработки компании «Биакон», выпускаемый на площадке в Индии, на площадке в Киеве, он продается более чем в 50 странах. Ну, собственно, «Формак» тоже, локализовав эту технологию, внедрил замещение биоаналогом в Украине, об опыте клинического применения больше расскажет Николай Дмитриевич, а я хочу, воспользуясь возможностью, пригласить всех присутствующих на день открытых дверей на наше производство инсулина в Киеве. «Формак» много строится и вкладывает большие инвестиции в новые производства, но, тем не менее, этот инсулиновый участок до сих пор остается образцом производственной культуры и стандартов качества. Поэтому с удовольствием и с радостью ждем вас у нас в компании для того, чтобы показать всю кухню технологии производства, контроля и трансфера инсулинов. Ну и вот с такой философией качества, по культуре производства, мы, конечно, были весьма обескуражены, получив целый ряд сообщений о побочных эффектах нашего инсулина в Молдове спустя 2-3 месяца после начала его медицинского применения. И, на самом деле, сама суть этих явлений она не является экзотической для инсулинов как таковых. Не существует абсолютно безопасного лекарства. Даже в Антус за почти 20 лет его медицинского применения имеет зарегистрировано более 100 тысяч побочных реакций. Но необъяснимым является именно частота и интенсивность их возникновения на конкретной территории Республики Молдова. Потому что не будем сейчас сопоставлять с Лантусом. Посмотрим на данные фармаконадзора и результаты постмаркетингового наблюдения за инсулином компании Бекон Майландформак, который выпускается под разными торговыми марками, но является собой одну и ту же молекулу, технологию и продукт. Так вот, 10 миллионов картриджей продано в мире. Из этих 10 миллионов картриджей зарегистрировано 60 побочных эффектов и только один относится к недостаточной эффективности. В Украине порядка 150 тысяч картриджей с начала медицинского применения. Три несерьезные предвиденные побочные реакции. Аллергическая сыпь. В Молдове сопоставимое количество реализованных картриджей. Несколько десятков побочных явлений. Мы, как производитель, не имеем доступа к происхождению этих явлений. Мы не знаем, в каких больницах, при каких обстоятельствах это произошло. Мы не можем пообщаться с лечащим врачом. Но мы можем рассчитывать на то, что регуляторный орган, агентство по медицинским средствам, стандартизировала, обработала это в виде карты сообщений и передала на нашу компанию. Но столкнувшись с таким абсолютно необъяснимым количеством эффектов побочных явлений, мы, конечно же, обратились к независимой международной экспертизе. И ее предварительные результаты, они на самом деле крайне обескураживающие. Почему? Потому что по рассмотрению всех этих случаев эксперты делают предварительный вывод о том, что не был корректно осуществлен перевод с одного типа инсулин на другой, что не была верно подобрана первоначальная доза инсулина гваргина, что само титрование, то есть подстройка дозы инсулина в процессе фармакотерапии не вполне отвечает признанному алгоритму. В конце концов, полнота наблюдения за уровнем гликемии и гликированного гемоглобина, а это ключевые биохимические показатели состояния пациента, не были оценены в полной мере. Такой анализ мы проводили, разумеется, в свете американских и европейских руководств, Американской ассоциации диабета, Европейской ассоциации по изучению диабета. И поэтому мы не смеем усомниться в компетенции и квалификации эндокринологов, которые назначают этот препарат, но мы предполагаем, что столь необъяснимый всплеск не мог произойти без подогретого искусственного ажиотажа к этому вопросу. Поэтому теперь мы очень надеемся, что регуляторное агентство проведет тщательный анализ и расследование этой ситуации, потому что сейчас подставлена под сомнение не только квалификация регуляторного органа и репутация компании «Форма», которая для нас является наибольшей ценностью и капиталом. Под угрозой находится сама концепция заместительной терапии биоподобными препаратами, что является на сегодняшний день общепризнанным стандартом во всех цивилизованных странах. Потому что под истечение патента возможность выхода биоаналогов и появления конкуренции оно сразу в несколько раз снижает стоимость на создавшуюся монополию. И в общем-то это не является какой-то экзотикой. Санафи делает биоаналог на Лили, Лили делает биоаналог на Санафи. Поэтому я думаю, что инновационной фарме правильнее было бы сосредоточиться на истинно оригинальных препаратах и прорывной терапии для лечения диабета. Потому что на сегодняшний день это по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Конечно, вне всякого сомнения, получив такие сигналы, мы многократно перепроверили качество нашего продукта, в том числе в независимых арбитражных лабораториях, мы на 101% абсолютно уверены в качестве этого продукта и в его подобии с оригинальным плантусом. А по опыте его применения, я предусловлю Владимир Ильичу. Чтобы остановиться на этом вопросе, который вы задали, я хотел бы сказать, что я представляю не только Ассоциацию эндокринологии Украины, но я являюсь директором Института эндокринологии обмена веществ в Киеве, который существует уже более десяти лет. Просто так ремаркой бы я сказал, что наш институт сейчас очень тесно сотрудничает со многими научными эндокринологическими центрами Соединенных Штатов Америки, Европы и Японии в области разноплановых проблем современной эндокринологии, и в частности в проблеме сахарного диабета. Ну что бы я хотел вам сказать? Я хотел бы, я приехал здесь не в роли ни прокурора, не в роли адвоката. Я просто хотел бы высказать свою точку зрения, потому что, ну, эволюция, которая происходила у нас в Украине, а вы знаете, у нас завод фармак – это второй завод, первый завод – это был построенный дар, сейчас фармак. Удельный вес фармака, который производит инсулины, в лечении больных с сахарным диабетом его осложнение занимает большой удельный вес. Я бы сказал бы даже, может быть, основной. Но вот задаю себе сам вопрос. Кроме того, я являюсь еще председателем комитета экспортной комиссии при фармакомитете Украины. Вы знаете, мы задаем один элементарный вопрос. Препарат зарегистрирован? Да, он зарегистрирован. Значит, по каким критериям он должен регистрироваться? По требованиям и критериям американской и европейской фармакопеи. Если мы ставим под сомнение, то тогда надо ставить под сомнение всех, кто это делал. Но поверьте мне, вот эти исследования, которые они были проведены, они были многоплановые. И насколько мне известно, потому что часть из этих больных проходило клиническое обследование и лечение в клинике нашего института, более 4 тысяч, да, получали этот препарат. На основании тех данных, которые мы располагаем, практически, осложнение как таковых, в процентном отношении, это общего количества. Я еще раз хочу подчеркнуть одну вещь. Мы должны оперировать не абсолютными количествами, а в процентном отношении. Я вспоминаю тот случай, когда, ну вы знаете, все мы растем в очень серьезной, конкурентной ситуации. Есть конкуренты, есть правила игры. Единственное, чему мы все должны учиться, и у вас в Молдове, и у нас в Украине, да и во всех странах мира, это соблюдение и коррекции тех правил, которые есть. Но было предъявлено когда-то обвинение в плане того, что количество аллергических реакций под применение вновь созданных инсулинов очень большое. Но когда пересчитали на количество в процентном отношении, это не больше. А мы, когда производили, то подсчитали это Санофей и Новонордикс. То этот процент соответствовал 2,5-3%. Это естественные аллергические реакции. Потому что каждый из нас, ну здесь сидят и журналисты, но я вижу по улыбкам здесь сидят не только журналисты, но, видимо, люди, которые разбираются в области биотехнологии инсулинов. Это молекула белка. Она может различна, потому что производство молекул инсулина теми или иными фирмами может чем-то отличаться. И, действительно, человек может не восприимчив к данному виду инсулина. Это делается просто. Переводится с одного вида инсулина на другой. То, что было сделано у нас на Украине с другими видами инсулинов. И мы получили этот эффект. Я еще раз хочу сказать, что бы нужно было бы сделать. Вот Андрей сказал, у нас 26 числа будет большая конференция в Трусковцах, где одним из вопросов будет этому посвящено. Мы приглашаем эндокринолога в Мадлаве. Я хотел бы обратиться к ассоциации, к специалистам, что приехали и в такую дискуссию вступали. Но поверьте мне, на основании того, что мы имеем, я еще раз подчеркиваю, на основании того, что мы имеем, мы не имеем фактажа для того, чтобы подставить под сомнение применение данного препарата в клинической практике. Мы готовы к открытой дискуссии. Пожалуйста, приезжайте к нам, мы приедем к вам, разберем каждый случай. Но это нужно делать, потому что в такой беседе со специалистами, потому что должны специалисты встречаться, брать историю болезни, посмотреть, какой изначальный был уровень, посмотреть, как влияет этот препарат на динамику. Но, одним словом, вместе это изучать, для того, чтобы эти сомнения были сняты. Потому что колуарно решать вопросы и волевыми решениями, вот этот хороший инсулин, этот плохой, такого нет. У нас, я помню, на заре, когда первый завод был, некоторые, особенно представители общественных организаций. Я хотел бы, я с большим уважением отношусь к общественным организациям, потому что они влияют и, ну, совершенствуют нашу работу. Но иногда есть и лица очень заинтересованы. Поэтому я считаю, что должно быть все открыто. Но я с убедительностью говорю, что вот этот препарат, который получен на фирме «Формат», на основании тех данных, которые мы имеем в Украине, и на основании данных клиники, институтов, мы можем говорить, что это действительно высококлассный препарат, который имеет право на применение в клинической практике. Вот это я хотел вам сказать. Но еще раз говорю, мне кажется, что может быть, ну, как бы я поступил бы, вот пригласил бы наших молдавских друзей к нам в Киев, поехать на завод. Вы знаете, лучше один раз увидеть, действительно, чем сто раз услышать. Сесть, посмотреть, обсудить, и тогда прийти к какому-то общему знаменателю. Я думаю, что это значительно упростит для принятия оптимального решения. Спасибо большое, коллеги. Если есть вопросы, мы с удовольствием готовы на них ответить. Еще хотелось бы сакцентировать внимание и попросить СМИ подчеркнуть, что мы приглашаем журналистов, мы приглашаем экспертное сообщество, мы приглашаем всех заинтересованных людей посетить наше производство в Киеве. Мы открыты и всегда такими были, и будем такими. Мы отвечаем всегда на все вопросы и не уходим от ответов. Поэтому, если вы хотите увидеть современный инновационный бизнес, современные инновационные технологии в производстве фармацевтических препаратов, вам к нам. Ну, если вы давно не видели Киев, если вы давно не были в Украине, вам тоже к нам. Поэтому в ближайшее время будет организовано такое мероприятие. Подробности у нас есть, список всех, кто сегодня присутствует. Подробности мы вышли на электронную почту. Будем счастливы показать вам красивый осенний Киев и производство, в первую очередь, фармака. Теперь приступаем к следующей вопросов ответов. Сусанна, подскажи цена вопроса о присутствии на рынке, может быть, какова? То есть, какой отлёт корпоратив? Скажем, на какие субы вы рассчитывали? Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, это расчет проводится на основании потребностей, которые есть в стране, и по открытым данным это около 14-15 тысяч пациентов, которые требуют приема препаратов подобных. Если говорить о сумме, я, наверное, скажу, о количестве партрижей, которые я разъявил, я сейчас скажу, чтобы не обмануть, скажу вам количество. Потому что лот выставляется с определенным, то есть фармак или любая другая компания не может рассчитывать на какое-то количество, которое она хочет. По государству выставляется определенный лот, рассчитанный по разным методологиям, как это и происходит в любой другой стране. Да, это 450 тысяч картриджей на 14 тысяч пациентов. Соответственно, по тем картриджам еще компания Фармак предоставила бесплатно шпиц-ручки, потому что картридж сам по себе, но он ничего пациенту не дает, ему нужно устройство, в котором он будет это вводить. То есть выиграв тендере, происходит поставка лекарственного препарата плюс обеспечение устройством. Сказать о сумме денег, сумма, как правило, всегда зависит от того, какая цена является выигрышной в данном случае. И по объему денег это полтора миллиона долларов, если я не ошибаюсь. Общий лот. Обычно эти рынки растут, но в состоянии пребывания. Что растет? Эти суммы, если бы вы пришли на этот рынок, остались здесь. Объем продаж растет, как правило? Вы знаете, это зависит от государственной программы. Потому что если это государственные торги, ну, у нас схожи с вами, и в Украине количество может расти, только если государство выделяет большую сумму денег для покрытия потребностей пациентов. Потому что лот озвучивается всегда количество и молекулы. А количество определяется только государством. Решение может быть принято об обеспечении половины пациентов или всей популяции в стране. На это ни один из производителей может влиять не может. Решение исключительно государства. Вы готовы пойти на какую-то договоренность с молдавскими ответственными органами, чтобы изучить какие-то мы откажем на конкретное обращение по карту? Да, конечно. Как сказала мне. Было ли это правильное назначение? Было ли это, может быть? Пока нам не удалось этого сделать. Мы многократно обращались с этими вопросами. Потому что на самом деле, согласно тем правилам, фомаконадзора, по-русски если говорить, необходимо, конечно же, беседа с лечащим врачом, изучение медицинской карты, истории болезни. Но это то, чего мы пока на сегодняшний день не добились. Но мы готовы это делать, если нам дадут доступ к этой информации. Спасибо. Коллеги, вопросы есть еще? Все предельно понятно? Да? Хорошо. Еще раз повторяю то, что сказали коллеги. Хотелось бы сделать акцент на том, что мы открыты во всех своих и вопросах, и ответах. Потому что, наверное, как и Николай Дмитриевич сказал, странно говорить о компании, не видя ее. Еще раз можем сказать, что мы в любой момент готовы принять любую делегацию из вашей страны и показать действительно, как это делается. Плюс 26-27 сентября будет эндокринологическая большая конференция, на которой как раз таки будут обсуждаться эти проблемные вопросы перевода с одного мида инсулинов на другое. То есть, возможно, ситуация была и в этом. То есть, никто не исключает, что были какие-то недопонимания по переводу. В нашей стране ассоциация у нас достаточно часто проводит подобного рода мероприятия, потому что это действительно сложный вопрос, и лечащему врачу порой бывает сложно принять решение. Поэтому вот эти обучающие программы, они проходят постоянно, потому что неправильное дозирование, неправильное дозирование может привести к печальным последствиям не из-за качества продукта, а из-за неполного изучения или анализа. То есть, в любой стране это происходит. Поэтому еще раз, мы приглашаем, не знаем просто есть ли среди вас кто-то из представителей медицинского сообщества, но мы приглашаем и эндокринологов, и вас в том числе и на конференцию, и на завод, потому что мы не можем оставить этот вопрос, то увидим, в котором он есть сейчас. Именно поэтому мы и приехали, мы не прячемся, как говорит Лена, мы готовы дать любую информацию о том, как проводятся тендеры в вашей стране. Ну, вам, наверное, даже проще эту информацию узнать, но сама процедура ничем не отличается от того, что происходит в других странах. Мы не влияем ни на количество потребностей, все зависит от того, насколько государство настроено поддерживать пациентов с сахарным диабетом. Имея эти сложные достаточно продукты, конечно, и имея регистрацию в Республике Молдова, мы очень хотим и будем стараться все-таки решить этот вопрос в правильном, ну, и юридическом поле, да, и регуляторном. Поэтому, возможно, мы приедем к вам еще раз, если это нужно будет, потому что, ну… Нам недалеко. Мы находимся, да, достаточно близко к вам. При этом, имея опыт работы более чем в 20 странах мира, у нас никогда не было подобных прецедентов, мы просто не можем это так оставить. И еще… Из странных самделов с кем-то работаете, имеется, до поставки именно конкретно инсулина? И каковы условия вашей деятельности там? То есть все хорошо, все нормально? Именно относительно инсулинов или вообще в целом? Да. Ну, в частности, конечно же, инсулин. Вообще портфель у нас огромный, но если, я не помню, говорила Лена или нет, это более 250 брендов, но если, которые мы продаем, в принципе, практически во всех странах, ну, плюс-минус, да, одинаково идет портфель, зависит от потребности рынка. Если говорить про инсулины, Андрей говорил этот вопрос, да, когда компания Виакон, она сама выбрала, она распределила территории, которым она отдает технологию клангина сама, да, самостоятельно. Где-то присутствует формат, где-то присутствует майлон. Поэтому, пока на сегодняшний день мы находимся в Украине, в Молдове и ведем переговоры относительно расширения территории, потому что это все прописывается, ну, отдельными соглашениями. Но сам препарат, Сусана, по-моему, в 50 странах, да? Да, да, да. Сумма на количество стран 50, просто эта территория, она разделена между несколькими производственными площадками. Конечно, каждый из нас, и мы Ямайло, мы хотим иметь большую территорию, поэтому мы постоянно находимся в переговорах. Кто, какую, ну, страну, либо он лучше представлен, да, вот речь у нас шла про Узбекистан, потому что для нас это одна из самых больших стран экспорта. То есть не скажу, что она где-то вписана, вот раздел вот такой, мы постоянно находимся вот в этом трехстороннем переговоре, кто где будет присутствовать. Поэтому, как только у нас будут появляться новые территории, об этом мы тоже, как правило, всегда сообщаем. У меня есть такое предложение. Можно, да? Конечно. Может быть, имело бы смысл, но провести такой симпозиум. Я не говорю даже конференцию, собрать ведущих специалистов эндокринолы и Молдови пригласить нас или мы вас к себе пригласим. И просто обсудить о результатах применения, клинического применения данного препарата. И обсудить вот эти проблемы с ними. Это было бы очень важно для того, чтобы они убедились, что здесь не должно быть никаких волевых решений. Здесь должно просто иметь доказательную базу. Это самое главное – доказательную базу. Если это действительно осложнение возникло в результате этого, то это должна быть доказательная база. Если это просто сказано, что вот так, то вы понимаете, что это совсем не так. Поэтому, я думаю, что имело бы смысл провести такой симпозиум или конференцию, мини-конференцию. Вот так, чтобы смотрели, вот есть данные, вот есть фактические данные, которые вы получили, мы получили. И вот давайте вместе с вами обсудим. Мне кажется, вот через вот этот путь, потому что есть элемент недоверия, я понимаю, кем он создается и чем создается. Но не будем это ставить в сторону. Должна быть истина прежде всего. И вот если мы в этом убедимся, я думаю, что продвижение будет значительно более ускоренным. Мне кажется, вот я бы попытался сделать это. Добрый, вы эти полтора миллиона долларов уже получили по данной поставке? Из этих 450 картриджей, по вашим данным, сколько пациентов за 14 тысяч пациентов получило ваш препарат? 12 тысяч было транспортировано в лечебное учреждение, но данных о том, сколько пациентов были переведены на стрим, у нас нет, у нас нет никакой информации. И мы, к сожалению, получить ее тоже не можем. Вы говорите, что будете защищать себя и свою репутацию, значит ли это, что вы намерены подавать в суд в случае, если вы не получите разрешение обратно? Спасибо за вопрос. Если мы исчерпаем все возможные методы, у нас не останется другой альтернативой. Но мы надеемся все-таки на досудебное решение такого процесса. У нас есть достаточно аргументов для того, чтобы это делать, но, как говорят коллеги, конечно, мы хотели бы… Сейчас мы дали ответы на замечания, которые были выданы агентством по лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова. Мы очень надеемся, что этого будет достаточно и вопрос будет решен. Это, скажем так, не замечание, а вопросы, возникшие в связи с необъяснимым всплеском побочных явлений, не имеющих прецедентов по чистоте и интенсивности. Ну, в крайнем случае, конечно… А на вопросы в процессе экспертизы досье для получения допуска к медицинскому применению, конечно, мы отвечали в установленном порядке на серию вопросов. Вы подтвердили, что наш препарат является биоподобным по отношению к оригинальному ландосу. Со всей доказательной и достоверной базой исследований. И хочется добавить, что мы можем долго говорить, мы действительно ответили на все вопросы и неотвеченных вопросов со стороны агентства, со нашей стороны не осталось. Но ведь пока мы ведем это обсуждение, есть люди, которым нужно лечиться. И все, что мы делаем, мы делаем в интересах этих людей. И наша работа вся направлена на создание доступных лекарственных и эффективных лекарственных препаратов. Поэтому я думаю, что нужно призвать в первую очередь думать о людях в этой ситуации. И так мы сможем быстрее разрешить этот вопрос. Возвращаясь к финансовой стороне по контракту, вы когда должны были получить оплату? То есть когда он был подписан контракт с срок оплаты? Вы знаете, я, наверное, не отвечу вам на этот вопрос. Вы поставили продукцию. Вы уже поставили продукцию сюда. Часть продукции. Часть продукции. Мы поставили только первую серию. И оплаты мы не получили еще никакой. Как правило, по условиям тендера, ну, сначала должны поступить деньги от государства. Прошу. Прошу. 1,5 млн. Вся стоимость контракта. 450 тыс. Это какая часть процесса в соотношении об увеличении контракта? Нет. Есть 20% и половина. 40 тыс. Это уже довольно год. Да. Это вся. 450 тыс. Это общая. Вы поставили уже? Нет. Частично. Мы только частично поставили. После первых поставок как раз поднялся вот этот вопрос через 2 или 3 месяца. Соответственно, наши поставки были остановлены. А сколько вы поставили? 12 тыс. Патчи. Ты не помнишь? Мы поставили, да, 2 серии. Из них полностью использована одна. Это 57 тыс. картриджей. И кусочек второй серии. Это порядка там, да, еще где-то там 3-4 тыс. Картриджей. Всего 12 тыс. 242 куков. Множить на 5. Это там, да. 12 тыс. Адам тысяча картриджей. Вот. Весь слот, чуть-чуть уточню. Он 413 тыс. Это картриджей. Он у вас есть во всех сайтах бедагенства. Это публичная информация. Вот. Из этой, скажем, по партиям мы должны были поставить по квартальным у одной четвертой, да, потребности. Вот местные обязательства выполнили, как бы поставили в первом квартале, да, 2 серии. Это четвертая часть. И должны были поставлять каждый квартал в первом серии, да. Всего в первом серии, да, в количестве 413 тысяч. А, ну, поскольку есть, вот видите, да, в случае приостановления регистрационного соединительства, то сейчас, как бы, да, сам продукт в ЛТО не окружается, но он есть на слайде дистрибьютора, в которых бы ехал тендер. То есть здесь надо? Да. Мы ведь не напрямую принимали участие в тендере, да, то есть у нас, ну, всегда есть дистрибьютор, потому что это стратегия работы. Ну, нам надо снять вот это, раньше уже, это разумение планетовые. Думаю, что если вот так, на будущее, тем более, у есть съезд общества Эндокринолха 4-5 октября. Ну, просто уже за столько лет, с 92-го года, сколько домов получается? Нет, ну, 27 лет мы работаем с Республикой Молдова, ну, и ассортимент у нас, конечно, не сразу до 70 брендов, но вот за эти годы вырос до такого количества. По всем остальным брендам мы свою работу продолжаем. Просто, если честно, мне кажется, что вопрос оплат в свете тех событий, которые происходят вокруг нашего стрима, он не вторичен и даже не третичен, поскольку главная задача на сегодняшний день все-таки восстановить современную инсулинотерапию, доступную без компромиссов для качества, которое фармак предлагает для диабетиков. А второе – это все-таки вернуть доброе имя компании, наша корпоративная репутация, которая, еще раз повторюсь, честь мундира для нас является ключевой ценностью. И, как говорит Сусана, никогда в истории компании мы не сталкивались с таким необъяснимым, неконтролируемым, а может быть, наоборот, тщательно контролируемым всплеском сигналов о побочных явлениях. – Вот вы видите на экране, это небольшая информация нашей компании, это мы все обратили внимание, и тут показаны элементы нашего производства, показаны элементы нашей социальной ответственности и проектов в сфере устойчивого развития. Вот это вот наша производственная мощность, да? 7 гектаров вообще инноваций. – Это, по сути, научно-производственные технопарки, и участок инсулина, он один из двадцати. И на самом деле, такие производства, комплектованные европейским оборудованием, высококвалифицированным персоналом, работающие по европейским стандартам качества, они могут гарантировать стандарты взаимозаменяемости и импортозамещения для ведущих оригинальных препаратов. – Ежегодно нас посещает более 15 инспекций комиссий, да, говорить о том, что мы прошли там GMP-инспекцию… – Извини, 15, у нас только с начала этого года уже больше 30 было аудитов инспекций. – Ну вот так вот, и у нас все производственные линии прошли GMP-инспекцию и имеют сертификат международных стандартов, да, в этом году мы проходим FTA и хотим выйти на американский рынок. Но все это, если бы не было такое высокотехнологичное, качественное наше производство, все это было бы невозможно. Вот, и поэтому нам есть о чем говорить и есть что показать, поэтому соглашайтесь поехать к нам. – Как Андрей говорит, да, вот ваш вопрос, я сейчас уже додумываю про деньги, речь совершенно не про деньги идет. У нас 70 брендов зарегистрированы в республике, да, это возникает проблема с каким-то одним из них, причем самый сложный, наверное, из того, что мы имеем в Молдове. Конечно, в первую очередь задача разобраться с этими обращениями, как только нам дадут все-таки, ну, возможности это сделать. И, ну, скажем так, отбелить, ну, не отбелить или отмыть, да, то, что было, вылет на нас на притяжение этого времени, потому что мы не сможем просто это предоставить. – На каком этапе находятся наши взаимоотношения с одежда по лекарству сейчас? – На нормальном конструктивном этапе мы подготовили комплексный ответ на те вопросы, которые возникли во время нашей непосредственной встречи. Ожидаем от них теперь реакции, необходимости уточнений. Также планируем все-таки для установления истины организовать дополнительные постмаркетинговые контролируемые клинические исследования для того, чтобы наблюдать пациентов и диабетиков второго типа и в Украине и Молдавии на предмет сравнительной эффективности и безопасности. То есть, имея пул из двух тысяч пациентов, может, это и не нужно было бы делать, но для того, чтобы установить истину и досконально разобраться той ситуации беспрецедентной, которая возникла на территории Молдавы, мы собираемся такие исследования в дополнение к имеющемуся полудоказательств и инициировать. То есть, мы говорим о том, что мы, как никто, заинтересованы в синергии в этом вопросе для того, чтобы дойти до истины, для того, чтобы разобраться в причинах возникновения ситуации. Поэтому готовы комбинироваться вместе с агентством пациентов. Правильно? Мне казалось бы, может быть, я не прав, я опять повторяюсь, что все-таки в рамках ведущих ваших специалистов, которых вы определите сами, встретиться с ведущими специалистами Украины, я имею в виду, где проводились эти клинические исследования и применение этого препарата, посмотреть, обсудить вначале, а потом, возможно, вот я поддерживаю эту точку зрения, может, дополнительно принять какие-то исследования. Самое главное, чтобы мы сняли чувство друг другу недоверия. Понимаете, оно кем-то посеяно. Может, оно имело, я не берусь судить об этом, но мне кажется, лучше убедиться самим, что действительно это не соответствует действительности. Или наоборот, вместе с вами, вместе с вами. Я еще раз это подчеркиваю, потому что иногда наши, так как я очень много лет проработал и стоял у истоков создания инсулиновых заводов в Украине, я просто знаю, сколько это было борьбы. И на уровне правительств, и на уровне президентов. Я когда-то выступаю, я говорил, никогда не думал, что президенты будут так глубоко вникать в производство инсулинов. Но, слава Богу, вникли, и что-то в конечном счете получилось. Я это говорю с намеком, вы это понимаете, о чем я говорю. Наука емкая, с одной стороны, а с другой стороны, в экономическом плане очень интересный проект. И вдруг все стали заниматься, все. От президента до... Я еще раз хочу, я не бросаю тень на плетень. Самое главное, чтобы мы друг другу могли посмотреть в глаза и сказать, нет, этот препарат хорош. Если противоположное мнение, нет, этот препарат не соответствует тому, о чем мы говорим. Это самое главное, потому что мы являемся, вы правильно сказали, для кого? Для больных. Но мы являемся посредниками между больными. И от нас с вами зависит уровень качества и эффективности оказания медицинской помощи. Потому что мы берем на себя большую ответственность. Но мне кажется, вот так, параллельно двигаясь, то, о чем вы говорили, параллельно двигаясь, создать вот такую комиссию, но это ассоциация Молдавии, руководство Молдавии, но я имею в виду Министерство Здравоохранения, должно принять такое решение. Мы за то, чтобы... Это даже, вы знаете, общая работа, она значительно сближает. То как-то мы так формально, то есть фактически стали независимыми, но хотелось бы быть независимость сохранять, но в рамках дружбы и в рамках понимания и использования тех или иных достижений наших молдавских коллег или украинских коллег, вот на пользу нашим больным. Вот давайте по такому пути пойдем. Потому что если будем вставать, ну, конфронтации судебные там... Я против всяких там... Я думаю, что нужно просто договориться для того, чтобы эти сомнения снять. Просто снять. Коллеги, если есть еще вопросы, мы готовы ответить. Если нет, мы приглашаем вас на завтрак и можем в неформальной обстановке с участниками нашей дискуссии обсудить те или иные вопросы, которые вас интересуют. Вопрос. Если вы сейчас не поставляете препарат, он не поступает в мангландские клиники, кто сейчас, какой препарат поставляется сейчас клиентам, кто сейчас поставляет на завтрак? Этот вопрос, наверное, не к нам. Этот вопрос не к нам, к сожалению, потому что согласно... Но вопрос очень хороший. Процедурия... Спасибо за вопрос. Я думаю, вы в десятку попали сейчас. Спасибо большое. Спасибо.